Любви к английскому все возрасты покорны. Мнение не бытует, а уже доказано. По возможности лучше начинать обучение языку с раннего возраста. Ведь маленький человек с самого рождения впитывает информацию словно губка. Детский мозг уже изначально нацелен на изучение языков, ведь совсем недавно проходило освоение его первого в жизни языка. Вот она, благодатная почва. Вопрос только, с какого именно возраста стоит начинать обучать малышей иностранным языкам? Начинать нужно английский тогда учить, когда готова мама. Потому что это не процесс одного дня, это долгий процесс, это упорный процесс. Это не то, что ребенок пришел и сразу же за школьного возраста заговорит на английском языке. Над этим нужно работать и трудиться. Конечно же, начинать можно хоть с пеленок. Начинать можно, вот только ребенок родился, и можно включать ему уже возле мамы колыбельные песенки на английском языке. Они там очень красивые, популярные и очень мелодичные. Можно начать с этого. Но, конечно, с возраста все психологи говорят, что возраст 3-5 лет самый оптимальный для начала изучения языка, потому что у детей в этом возрасте очень гибкий ум. Взрослому человеку нужно прикладывать много усилий, чтобы перестроить работу своего мозга и артикуляционного аппарата на английский или любой другой лад. А вот малыши зачастую, сами не понимая, зачем и как, просто запоминают все эти сложные языковые конструкции и слова. Представители образовательного центра My Baby говорят, что с каждым годом все больше и больше растет заинтересованность родителей в обучении своих чат английскому языку. А все потому, что каждый взрослый, прививая ребенку любовь к языкам, понимает, что таким образом он вносит весомый вклад в большое будущее маленького человека. Приятно наблюдать, что уже сейчас многие из ребят хотят каким-либо образом связать свою жизнь с английским. Но желание много путешествовать определенно есть у всех детей. Мне очень нравится английский язык, потому что это универсальный язык во всех странах. Его знают очень многие люди и люди на этом разговаривают в языке. Если даже поехать в путешествие и что-то понадобится, и ты не знаешь язык той страны, можно заговорить на английском и люди тебя поймут. Дети выигрывают олимпиады, республиканские олимпиады. И, кстати, хочу заметить, вот уже пять лет подряд наши ученики ездят на республиканскую олимпиаду по английскому языку. И это именно те дети, которые начали учиться очень раннего возраста английский. Действительно, они чувствуют себя как рыба в воде. Просто настолько уже адаптировались, и они готовы дальше-дальше впитывать, никогда не останавливаться. Это процесс такой нон-стоп. Лондон – столица Великобритании. Это заезженная фраза, которую знают по итогам окончания школы абсолютно все. Но, к сожалению, иногда знание языка на этом и заканчивается. После окончания школы и вузов дальше дело уже за самим человеком. Никто не отменяет саморазвитие. В наше время есть огромный спектр путей обучения. Это школы и онлайн-школы, обучение с носителем языка на специализированных сайтах. Также существуют и клубы английского, где люди собираются, чтобы пообщаться на любимом языке и отлично провести время. Вот на такого рода познавательно-душевный урок собрались и ученики одного из Брестских образовательных центров. Мы привыкли, что мы сидим в школе, руки на парты, да, постоянно нужно отвечать, поднимать руку. А хочется немножко спокойной атмосферы, хочется почувствовать себя как дома, выпить чашечку чая, поговорить с кем-то на какую-то приятную тему. И вот такой творческой, спокойной, расслабленной атмосферы мне хочется добиться на своих занятиях английским языком. Поэтому иногда мы приурочиваем наши занятия к каким-то праздникам. Вот, допустим, очень скоро, 23 апреля, у нас проходит Международный день английского языка. И поэтому мы моей группой, которая, кстати, уже находится на второй ступени обучения, решили собраться здесь, в уютном параграфе, и провести игру. Игра эта показывает нам, кто чем занимается, кому что интересно. Естественно, что все проходит на английском языке. Пришедшие на занятия ребята – это и студенты, и работающие люди совершенно из разных сфер деятельности, но объединяет их одно – общая цель. Все они хотят комфортно чувствовать себя, путешествуя и общаясь с иностранцами. Ведь понимать и быть понятым другими в наше время просто необходимо. Английский у нас окружает повсюду – это песни, вывески. И так как я всю жизнь учила немецкий, мне всегда хотелось понимать все, что происходит вокруг, на английском именно. И вот Инга Олеговна к нам каждый раз загадает новую тематику занятий. То, что именно нас окружает по каждой теме – дом, культура, быт, музыка. И это очень просвещает нас в этом языке именно английского. Это, грубо говоря, смена деятельности. Работа одно, мозг работает по-другому. Все равно организм отдыхает, разнообразие, и тем более надо развиваться. Надо быть чуть-чуть более всесторонним, развитым, более интеллигентным. Поэтому и в любом случае иностранный язык пригодится. Я хочу посетить Хавайи, потому что вчера я увидела программ о Хавайи. Хавайи имеет много красивых, черных бенах и много моря. Это очень пантастический. Пантастический. Я согласен с тобой. Изучаете вы языки в юном возрасте или уже в более осознанном, так или иначе вы развиваетесь и расширяете свои границы. А это огромный плюс. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.